Здравствуйте! И рассказывается, как Иисус Христос действует внутри нас. Иисус родился на земле в Вифлееме. И каждый раз, когда Иисус встречал людей, Он давал им надежду. Исцелял людей от болезней. Однажды мы закончили проводить вечернее мероприятие в Усане. Где-то в 10 часов вечера закончилось мероприятие. И мы должны были поехать на машине до Силла. Но знаете, пока мы прощались, уже прошло много времени, стало за 10 часов. От города Усан до Силла нужно ехать где-то 4 часа. Да, конечно, пробок не будет, потому что уже поздно. Если где-то ехать 4 часа, тогда в 2 часа ночи примерно я приеду в Силу. Но если в 2 часа ночи я приеду и лягу спать, будет очень неудобно. Я стараюсь в 11 ложиться спать. Поэтому я сказал, давайте куда-то поедем и остановимся, переночуем. Как вы хорошо знаете, у нас в Корее есть много наших церквей. Начиная от Пусана до Силла, у нас где-то много церквей наших. По этой причине в любом городе я мог остановиться и переночевать. И церковь города Тегу находится рядом с автомагистралью. И я подумал, что вот сейчас, если проехать, тогда можно будет хорошо приехать до Тегу. И если я рано утром выйду оттуда, тогда не будет проблем работать в Сеуле. И мы позвонили в церковь Тегу и сказали, что мы будем там ночевать. Я спросил, можно мы у вас переночуем? Они сказали, да, конечно, приезжайте. И я поехал. Но пока мы беседовали, мы проехали город Тегу. Ой, беда. Мы почему проехали? Следующий город – это город Куми. Я позвонил в церковь города Куми. Уже поздно, но можно мы у вас переночуем? Да, конечно, пастор, приезжайте. И я поехал в церковь города Куми. В то время там слышал пастор Пак-Идин. Как только мы приехали, я сразу уснул. На следующий день, где-то 4 утра, я встал и тихо-тихо выходил, чтобы никто меня не заметил. Когда я открыл дверь из комнаты, вижу, кто-то стоит у двери. Я так испугался. 4 утра, представляете? Это был пастор Пак-Идин, который служил в церкви города Куми. Меня поймали. Он говорит, пастор. Конечно, вы заняты, пастор. Можете ли передать рано утром в нашей церкви слово? То есть, говорит, чтобы я платил словом, да, за на ночь? Я передавал слово. Я передаю слово и вижу, что в конце зала сидит девушка на водительной коляске и слушает слово. Я подумал, наверное, она что-то повредила. После слова, после того, как я закончил собрание, я встал перед этой девушкой. Я в шутку сказал ей, «Все сидят на креслах. Почему ты сидишь на инвалидном кресле? Там интересно?» Я пошутил. Знаете, у нее были такие ясные глаза, и она посмотрела на меня. И говорит, она учится в старшем школе. И с недавних времен, вдруг, она перестала чувствовать ноги. Постепенно она переставала чувствовать ноги, и это все поднималось выше и выше. «Почему же, мама, я не чувствую свои ноги?» Потом подумали, «Да, наверное, все это пройдет». Но все временем это происходило все выше и выше. До коленя поднялось, перестало чувствовать. А теперь она не может чувствовать даже выше колена. А в другой день она перестала ходить в туалет самостоятельно. Она не могла ходить в уборную сама. Они пошли в больницу. Врачи говорят, что это воспаление спинного мозга. Там произошло воспаление, и нерв начал умирать. И врачи сказали, что она не сможет прожить долго. Скоро она умрет. Я сказал, что сегодня же ведь так хорошо раз эта медицина. Неужели нельзя вылечить одно воспаление? Сказали, что это невозможно. Ей сказали, что она будет всю жизнь лежать в постели и умрет. Родители подумали, что нужно будет поехать в Сиул, чтобы пастор Ксупа поменялся за дочь их. Однако поскольку она не может ходить в туалет самостоятельно, они не могли приехать в Сиул. Нужно принимать лекарства и, извините, так сказать, выдавливать кал. А, извините, мочу нужно вытаскивать специальным аппаратом. Эта девица умирала. Когда я смотрел на нее, если бы я был бы не Уксупаком, а Иисусом, как бы Иисус бы смотрел на нее? В Библии написано, что Иисус что вчера, что вовек Он тот же. Иисус Христос обязательно не пройдет мимо, а исцелит ее. Такая вера появилась у меня. Но если соединить ее сердце с сердцем Иисуса, Допустим, есть микрофон. Здесь есть провод. И через электричество оно работает. У этого микрофона нет проводов. Но внутри есть радиатор. И там создаются электроволны, куда добавляется звук. И беспроводным средством доходит звук до аппарата. И где берет этот звук, который я передаю, и увеличивает звук, громкость, и потом пускает к колонкам. Есть такой процесс. И если все это соединить, когда Иисус Христос работает внутри нас, когда соединяюсь я с Иисусом, ответ очень простой. Когда мои мысли становятся единой с мыслью Иисуса, тогда сердце Иисуса начинает перетекать в меня. Этой девушке было 19 лет. В таком прекрасном возрасте. Она умирает из-за болезни. Я подумал, Иисусу не угодно, чтобы она умирала. Иисус хочет исцелить ее. Я открыл Библию и начал говорить Суйону. Суйон, послушай меня внимательно. Знаете, что было удивительно? Братья и сестры и родители церкви Куми молились. Бог позволь, чтобы паструк-супак приехал в церковь Куми. В тот день я даже не думал поехать в город Куми. Мы несколько человек ехали в машине. Поскольку до Сиула нужно ехать 4 часа, и тогда неудобно будет спать, и поэтому я сказал, давайте где-то переночуем. А получается церковь Куми находится немножко вдали от автомагистрали. Поэтому мы хотели переночевать в городе Тегу. Но пока мы общались, мы проехали город Тегу, поэтому поехали к следующей церкви, а это церковь города Куми. А в церкви Куми, знаете, что произошло? Братья и сестры молились, Господь помиловал, что паструк-супак приехал мимо церкви города Куми. И я сказал пастору Пахетин, можно мы у вас переночуем сегодня? И пастор Пахетин сказал, да, конечно, приезжайте. И сразу позвонил отцу Су-Йон. Сегодня говорит пасторк-супак, что приедет к нам. По-моему, Бог его посылает к нам. Завтра утром я сделал все, чтобы пастор Пахетин не уехал. Обязательно приезжайте с Су-Йона, чтобы пастор помолился за нее. Я, конечно, об этом совсем не знал. Но утром, когда я проснулся в 4 утра, собрание начинается где-то в 5 часов. И я хотел втайне убежать, чтобы никто об этом не знал. А пастор Пахетин знал, что я могу убежать. И поэтому всю ночь сторожил мою дверь. Поэтому, когда я выходил, я испугался, увидев его. Меня так поймали. Пастор, пожалуйста, передайте слово. И потом позвонили отцу Су-Йона и сказали, что я обязательно задержу пастору с Пахетин, чтобы вы пришли с дочерью. Так Бог позволил нам встретиться. Я беседовал с Су-Йона. Су-Йон. Электричество проходит через провода. Электричество входит что в грязный дом, что в чистый дом. Нужно соединить только с проводами. Тогда будет работать и стиральная машина, и телевизор, всё будет работать. Чтобы электроника работала, нужно соединить проводами. Если электричество войдёт в технику, оно будет работать. Если электричество будет входить в кондиционер, тогда кондиционер будет создавать свежий воздух. Если электричество будет подключено к телевизору, тогда телевизор мы сможем посмотреть фильмы интересные. Даже если будет хороший кондиционер, или каким бы ни был дорогим телевизор, если не соединить проводами с электричеством, тогда оно ничего не будет работать. Ты понимаешь это? Иисус желает исцелить тебя. Я сказал ей. Если твоё сердце станет единым сердцем Иисуса, тогда сердце Иисуса будет перетекать в твоё сердце. Я читал Библию. Знаете, когда я получил спасение и читал Библию, я удивлялся. Раньше я просто читал Библию. Но после спасения я обнаружил, что мои мысли сильно отличаются от слова Библии. И с того момента я старался, чтобы мои мысли стали единым сердцем Иисуса. Когда моё сердце будет единым сердцем Иисуса, тогда сердце Иисуса будет перетекать в моё сердце. Однажды у нас был отец. Отец не верил в Иисуса. Когда я вспоминаю моего отца. Когда отцу было 48, мать умерла. Мама, отец очень любил свою супругу. Да, конечно, помню, порой они ругались. Когда не стала мамой, отец очень грустил. Прошло некоторое время, начали предлагать, чтобы отец снова женился. Но отец в детстве имел друга, которого сильно била мачеха, и поэтому он решил не жениться второй раз. Я такой неудачлив, что я потерял свою супругу. И мне предлагают, чтобы я женился второй раз. Если я встречу человека, подобный вашей матери, я сразу женюсь. Но, знаете, встретить хорошего человека в мире непросто. Я был счастлив, пока я жил с вашей матерью. Поскольку отец видел, как его друг страдал из-за мачехи, он сказал, я буду жить один, воспитывая вас. Отцу тогда было 47 и до 70 лет. 33 года он жил один. Тогда я еще не совсем все понимал. Но когда я получил прощение грехов, я хотел сказать отцу, чтобы он поверил в Иисуса Христа. Но отец не хотел верить. Он вырос у нас на родине. И он жил всю жизнь в одном городе, в деревне Сонсан, в правительстве Кангбук. Когда отцу стало уже достаточно... Ему было 70 лет. Это достаточно долго прожили в то время, считалось. Мне сейчас 79. Отец, хотя по возрасту он был младше, чем я сейчас, но он выглядел намного старше. Намного старше выглядел. Всю жизнь отец жил один. Знаете, став пастором... Я искренне хотел, чтобы отец поверил в Иисуса Христа и вошел в Царство Небесное. Но если сказать отцу, чтобы он поверил в Иисуса, он не хотел верить в Иисуса. Он говорил, в следующий раз я поверю. Я говорю, почему в следующую весну надо верить? Слушай, сын моего друга весной женится. Вот я поеду поздравить его, надо будет выпить за него. Надо его повеселить и порадовать. Иначе другу будет очень обидно. Потом я перестану пить и поверю в Иисуса. Разве я могу ругаться с отцом? Наступает весна. Он говорит, что будет верить осенью. Я спрашиваю, почему осенью теперь? Он говорит, вот день рождения у моего друга. Мне нужно будет выпить за него, поздравить и порадовать его. Отец так любил своих друзей. И если друзья просили, он работал как своя работа, и он радовался вместе с ними. И поздравлять кого-то с днем рождения, для них это было большой радостью. И так, представляете, 10 лет он отталкивал днем спасения. Знаете, когда отец получил спасение, ему было 70 лет. Старший брат хотел построить новый дом, но не хватало много денег. И он попросил у дяди, который живет в Японии. Дядя, я хочу построить дом. Вы бы не могли бы отправить много денег? Попросил старший брат. Но, знаете, дядя думает, как японцы. Он говорит, нет, я не могу помочь. Сразу же отказался помочь. И затем сказал, ты мой племянник, поэтому приезжай, работай в моей компании. Тогда я буду давать зарплату и место для ночлега. В те годы Японии получили зарплату в 10 раз больше, чем в Корее. Ты мой племянник, поэтому я тебя буду кормить, буду давать место для ночлега. И старший брат решил поехать полгода в Японии. И если будет работать, поскольку там зарплата выше 10 раз, чем в Корее было, и это становится достаточно большая сумма денег. И он поехал туда. Перед тем, как поехать, он позвал меня. И говорит, пока я буду в Японии, можешь присмотреть за отцом? Я хотел присмотреть за отцом. Но в то время я служил в городе Тейго, в деревне Падон. И там не было места для отца хорошего. Я беспокоился. Но я сказал, хорошо, я все равно позабочусь о нем. И так отец приехал к нам домой. У отца была серьезная язва желудка. Знаете, в желудке выделяется кислота, которая начинает поедать стенки желудка. И было кровоизлияние. Сейчас есть хорошие лекарства, которые, так скажем, облегчают. Но в то время не было хороших лекарств. Поэтому было кровоизлияние, а не внутри. И можно было увидеть, что... А когда 104 гемоклонда, это хороший показатель. До 90 тоже неплохо. А у отца 80. А когда плохо, даже ниже 60 падает. И тогда нужно было ставить капельницу. Однажды утром... Я подумал, что отцу осталось совсем немного. Я пошел в комнату отца, чтобы рассказать о вере в Иисуса. Я сказал, что отец, тебе нужно верить в Иисуса. Он говорит, что я верю, не беспокойся. Мне казалось, что отцу осталось совсем немного. Врачи сказали, не надо оперировать отца. Сейчас 70, кажется, это немного. Но в то время 70 это был большой возраст. Я говорю, отец, надо верить в Иисуса. Он говорил, да, я верю в Иисуса. Я ничего не мог сказать отцу. Но на следующий день, утро, отец позвал меня. Слушай, отец Инсук, ты там? Моя старшая дочь зовут Инсук. Он всегда меня называл папе Инсук. Я говорю, да, я здесь. Я с супругой вошел. Когда я сел напротив отца. Отец, он лежал, но потом сел. Стенки желудка начали разрушаться. И кровь, которая была в желудке, вышли из него. Это было впервые в моей жизни. Я очень сильно испугался. Моя супруга начала плакать. Отец стал очень спокоен. В комнате был отец, я и моя супруга. Знаете, никто ничего не сказал. Но все подумали одинаково. Да, это конец нашему отцу. Моя супруга, она слезах протерла. Мы поменяли белье, постель. Отец безмолвно сидел. Что отец, что я, что моя супруга. Мы подумали, что отец скоро умрет. После того, как мы приготовили новую постель, мы начали бесит с отцом. Отец, как ты себя чувствуешь? Он говорит, все хорошо. Я осторожно сказал отцу. Отец, если тебя не станет, каждый раз, когда мы будем вспоминать тебя. Я бы хотел записать твой голос, чтобы в день памяти вспоминать тебя и слушать твой голос. Отец, я приготовил диктофон. Сейчас нет старшего брата. Отец, расскажи все, что ты бы хотел сказать нам, чтобы мы могли вспоминать тебя. Знаете, много меня не беспокоило. Но одно, я же пастор. Но если он не пойдет в Царство Небесное, мне казалось, что я буду всю жизнь жалеть об этом. Отец должен получить спасение. Отец начал говорить. В кассету, которая, так скажем, можно записать целый час, он почти говорил. В конце, когда он завершал... Он говорил о том, как его похоронить. Он сказал, если я умру, то там, где лежит ваша мать, там очень хороший вид. Будет хорошо, если вы там похороните меня. Да хорошо, отец. Тот, который будет переодевать меня, позовите мистера Ким из соседней деревни. Я с детства помогал ему. Поэтому он не будет считать грязным прикасаться к моему телу. И так он закончил свое завещание. Почти целый час он говорил. Я осторожно спросил у моего отца. Отец, если ты умрешь, все, что ты сказал, мы сделаем. Рядом с матерью. И позовем мистера Ким, который переоденет тебя. Но я осторожно задал ему вопрос. Да, отец, я могу похоронить твое тело рядом с матерью. Но отец, куда пойдет твой дух после твоего смерти? Отец ничего не говорил. Потом прошло время, и он сильно выдохнул. И с дрожащим голосом говорит. Я хочу пойти в Царство Небесное. Однако. Однако уже слишком поздно. Ведь у меня должны быть заслуги, чтобы пойти в Царство Небесное. В голосе отца чувствовалось большое разочарование. Мне было очень радостно. Знаете, я многое что не умею. Однако вести к прощению грехов людей... Поскольку я только этот вопрос изучал в Библии, поэтому я мог хорошо вести людей. Когда отец лежал в постели... На протяжении часа я рассказывал, как Иисус Христос забрал грехи моего отца. Я сказал, если отец, вы поверите в это. Если вы поверите, что Иисус Христос очистил ваши грехи, это станет спасением. И знаете, что сказал отец? Господи, Иисус, спасибо тебе, сказал отец. Спасибо, что ты взял все мои грехи и умер на крысе за меня. Отец поверил в прощение грехов и принял это. Я был очень благодарен перед Богом. Если бы отец не получил бы спасение, я бы до сих пор выпечарился. Я бы страдал бы до сих пор. Но Бог дал шанс отцу получить спасение. Отец вырвал кровь, и он встал перед смертью, и тогда получил спасение. Наш дом был маленьким, поэтому мы вызвали машину скорой помощи. И вместе с отцом поехали к нему на родину. Мы переночевали утром, когда отец встал. Отец сказал утром. Знаете, когда я ехал из Тегу сюда, я думал, что путь будет очень сложным. На этой машине скорой помощи я так хорошо мог ехать. Знаете, я очень благодарен Иисусу. Вы не могли бы испеть Иисусу? Отец, конечно, я могу петь. Отец был уже не тем отцом, которого я знал. Его сердце так изменилось, и самое главное, он получил прощение грехов. Мы со слезами воспевали Господа Бога и пели, и пели. Затем мы позавтракали, и отец сказал мне, «Эй, сын, я хочу встретить некоторых ребят». И он назвал пятерых своих близких друзей. Скажи им, что я хочу с ними встретиться. Я пошел к ним и сказал, «Отец плохо себя чувствует и хочет с вами встретиться». А, правда? «Как самочувствие отца, скажи?» Мне кажется, может быть, сегодня он покинет этот мир. И он хочет в последний раз увидеться с вами. Он пришел. «Как ты себя чувствуешь?» «Друг, все хорошо». И отец сказал ему. Мы родились в одной деревне. С детства мы прожили вместе 70 лет. Наша дружба была настолько дорога, что мы вместе радовались, вместе печалились. И в следующей жизни я хочу быть вместе с вами. Я ухожу раньше вас. Но я пойду в Царство Небесное. Веруйте в Иисуса, Которого верит мой сын. Я иду в Царство Небесное. Я займу для нас хорошее место. «Вы тоже, поверьте в Иисуса, Которого верит мой младший сын, и встретимся с Царством Небесное». Спустя некоторое время отец уснул. Он храпел. И рано утром отец перестал дышать. Я сообщил моему старшему брату, который был в Японии. Брат хотел как можно скорее приехать в Корею, но не было билетов на самолет. Поэтому он припрыл на корабле, но до 9 утра его не пускали, потому что не было сотрудников. Несколько раз пытался прыгнуть в воду. Отец умер до того, как успел приехать брат. Брат так был печальный за то, что не увидел отца. Я же радовался и благодарил за то, что отец умер. Конечно, может это выглядеть странно, потому что отец умер. Отец так сильно страдал из-за язвы желудка. Но когда я думал, что теперь муки отца прекратились, я так был благодарен. Когда мы проводили похороны, он говорил, я такой плохой сын. Старший брат, он всю свою жизнь посетил отцу. Я же создавал беспокойство отцу, но я его послал в Царство Небесное, поэтому я говорил, я хороший сын. Я был благодарен, что отец был у нас дома, когда не было брата. Если бы отец умер и не получил спасения, вы представляете, как бы я опечалился? Вечером, когда отец умер, я пошел на заднее поле. Целый день к нам приходили гости. Когда гости разошлись, вечером я вышел на улицу. Я увидел на небе прекрасных звезд, я был благодарен Богу. Когда все друзья братьев пришли, в тот момент еще не было старшего брата, и они хотели помочь провести похороны. И мы совещались. И спрашивают, сколько нужно поймать свинины. И мне нужно было принять решение. Я сказал, я плохо разбираюсь, подскажите, пожалуйста, как будет лучше. Может, одно. Мы обсудили. И по традиции нужно готовить свинину, алкоголь для гостей. И мне нужно было заплатить, но у меня не было денег совсем. Когда узнали о том, что мой отец умер, из Тегу пришли некоторые наши братья и сестры. И одна сестра подала мне письмо. Я открыл конверт. А одна сестра, которая работает медсестрой в Германии, отправила мне письмо. Написала, отправляй письмо паструк-супак. Я случайно приобрела кассету с вашей проповедью. Кассету. Я переслушивала это слово и переслушивала. Я получила большую милость. И поэтому я хотел вам отправить немного денег. И она отправила немецкую марку. И говорит, пастор, используйте для ваших нужд. Я попросил, чтобы поменяли это на корейские деньги. Мы с ней никогда вживую не виделись. Но она отправила мне немецкую марку. И этих денег было ровно столько, сколько нужно было для того, чтобы провести похоронный отца. Когда я думаю об этом всю мою жизнь, с какой бы проблемой я бы не встретился, я живу ради Евангелия. И Евангелие защищает меня. За это я благодарен Богу. Были многие противники, те, которые мешали благовествовать Евангелие. Но Господь Бог всех их отсеивал, защищал меня, за что я был благодарен Ему. Однажды был случай, когда меня обвинили и сказали, что я присвоил церковные деньги. Прокурор подделал документы. Якобы я снял деньги в банке, но оказалось, что это время я проповедовал в Триджоне Слово. Поэтому обнаружили, что это подделанные документы. И Бог прекрасным образом защитил меня. После того, как отец умер, я молился перед Богом, Господи. Теперь я могу благовествовать Евангелие любому человеку. Если бы отец не получил бы прощение грехов, мне казалось, что люди скажут, что даже твой отец не получил прощение, что ты можешь говорить? Я был очень благодарен. Мой старший брат говорил, что я плохой сын, а я же говорил, что я хороший сын. Во время похорон принесли еду, это была свинина, и она была очень вкусной. Я попробовал одну и подумал, вкусная, и взял вторую порцию. Это мой старший брат очень подозрительно посмотрел на меня. Он называет себя пастора. Брат смотрел, и мне казалось, что он думает, твой отец умер, как ты можешь есть свинину сейчас? Старший брат говорил, я плохой сын. Я же про себя говорил, я хороший сын. Потому что я послал моего отца в Царство Небесное. В то время, каждый раз, когда я спал, мне снился отец. Через месяц мне стало тяжело из-за этого. Я молился, Господи, я хочу перестать видеть отца во сне. Я был благодарен, что отец пошел в Царство Небесное. Казалось бы, я просто живу. Но Бог позволяет, чтобы я по всему миру благовествовать Евангелие. Бог делал, чтобы транслировались проповеди. И чтобы десятки тысяч людей и служителей получали спасение. Десятки тысяч молодых людей участвовали в нашем всемирном молодежном лагере. И на этой конференции принимают участие тысячи, десятки тысяч людей. Я ничтожный человек. Но благовествую Евангелие. И Бог помогает во всех тысячах делах. Если бы брат не поехал в Японию, тогда, может быть, я бы не смог передать ему Евангелие. Но как раз отец был у меня дома. Я был благодарен, что он получил спасение перед смертью. Потом брат получил спасение. Мои сестры получили спасение. И младший брат получил спасение. Двоюродные братья получили спасение. И племянники получили спасение. Бог удивительным образом действовал. С прошлого года из-за пандемии коронавируса мы начали проводить конференции в режиме онлайн. И сейчас люди не могут собираться вместе. Но через онлайн-платформу мы можем проводить семинары. И мы можем увидеть, как многие люди, тысячи людей получают спасение. Еще 49 телестанций в США трассируют мои проповеди. Когда я думаю об этом, у меня есть огромная благодарность перед Богом. В христианском телевидении Ситьен говорят я первый корейст, который проповедовал Слово. Бог помогает во всех наших делах. Когда я слышу свидетельство, как тысяча людей получает спасение через конференции, я очень благодарен перед Богом. Я говорю об этом. Когда люди получают спасение, они радуются. Мы начали теологическую школу. Мы начали теологическую школу, где рассказывали о духовной жизни. 8200 учащихся поступили в первом семестре. Сейчас мы набираем на осенний семестр. Я думаю, что в конце августа многие поступят снова. Сегодня многие люди ходят в церковь называть себя грешниками. Но Бог дал вместе good news. И когда мы благовествуем, что Иисус Христос очистил все наши грехи, я благодарен перед Богом. Иисус Христос вместе с учениками проходил через море. Галилейское море, оно круглое, это озеро. Да, порой люди обходили, но также переплывали. Ученики оставили Иисуса и сами переплыли Капернаум. Но поднялась сильная буря. Говорят, там очень часто вдруг появляется буря. И лодка чуть не перевернулась. И вдруг, с другой стороны, кто-то идет по воде. Все испугались, как это можно идти по морю? Но Иисус сказал, это Я, не бойтесь. Это был Иисус. Иисус, зная, что будет буря, Он заранее начал идти и успокоил море. Когда я смотрю, Иисус Капута знает, что будут в моей жизни трудности. Я много раз видел, как Он заранее помогает. Девушка по имени Че Су Ён. Когда мы с ней встретились, я беседовал с нею. Я сказал, Су Ён. Электричество проходит через провода. Если техника не будет соединена с электричеством, она не будет работать. Если твое сердце соединится с сердцем Иисуса, Войди в сердце Иисуса. Тогда твоя болезнь – это не проблема. Через Библию я подробно объяснил это. Я расскажу, как можно соединится с Иисусом одним сердцем. Иисус исцелял больных на земле. Он ни разу не проходил мимо больных. Ты тоже сейчас болеешь. Иисус желает помочь тебе. Тогда какое сердце должно быть в тебе? А Иисус хочет исцелить мою болезнь. Иисус очистил все мои грехи. Если ты так веруешь, У тебя будет одно сердце с сердцем Иисуса. Если сердце Иисуса войдет в твое сердце, Исцелить твою болезнь для Иисуса не проблема. Ее ноги перестали слушаться. Она не могла ходить. Она проводила время почти лежа. Врачи сказали, что она проживет совсем немного и умрет. Я сказал, я соединю твое сердце с сердцем Иисуса. Иисус умер на крысе и очистил все твои грехи. Если ты думаешь, что ты грешница, у тебя мысль отличается от слова Иисуса. И наоборот, если ты будешь верить, что твои грехи омыты, у тебя будет одно сердце с Иисусом. Из-за воспаления спинного мозга нерв вымерла, и она не могла ходить. Она находилась в таком состоянии, что даже не могла поднять стакан воды. Она хотела, чтобы пастор Пак помолился за нее. Поскольку она не может самостоятельно ходить в уборную, она не могла приехать в Сиул. И они молились, чтобы пастор Пак приехал в Куми. Я же не думал туда поехать, случайно поехал к ним. Я сказал, если ты веришь, что твои грехи омыты Иисусом Христом, у тебя будет одно сердце с Иисусом Христом. Иисус очистил твои грехи. Он сказал, что ты оправдана, говорит, что ты освящена, что ты омыта, что ты чистая. Ты тоже говори так. Я омыта. Кровью Иисуса Христа я стал святой, я стал оправданной. Веруй, потому что так говорит Библия. Я прочитал слово из Библии. Иисус желает исцелить тебя. Веруй, что Он исцелил тебя. Болезнь – это не проблема. И в тот день я вернулся в Сиул. Время быстро проходило. Спустя три месяца Су Хион написала мне письмо. При первой нашей встрече она даже не могла поднять стакан воды и ничего не могла писать. Она же написала письмо. Вот письмо, которое отправила мне Су Хион. Здравствуйте, пастор Ксупак. Я Чесу Хион из Куми. Помните меня? Я решил написать письмо, потому что очень благодарна к вам, пастор. Пастор, в прошлый раз вы проводили семинар в Ульсане и потом приехали к нам в город и общались со мной. Я не могу забыть ваши слова, что я буду ходить. В больнице говорили, что всю жизнь я не смогу ходить. Пастор, я принялась всего лишь веру, которую вы передавали мне. Сейчас я самостоятельно могу ходить, могу писать. Я ничего не сделала. Я пыталась ходить, но всегда падала. Я просто поверила вашему слову. Я всего лишь поверила вашему слову. И пока я начал ходить, в семье начались перемены. Они определились перед Богом. И наша семья начала укрепляться. Раньше, когда меня щипали, я ничего не могла чувствовать, но теперь я начинаю чувствовать ноги. И чувствовать, что мне хочется уборную. Теперь у меня появились силы, что я могу писать, могу поднять колено. Мне кажется, вы обрадуетесь, когда увидите, что я хожу. Я обязательно покажу вам. Я уверен, Бог хочет много совершить через меня. У меня есть большие ожидания. И также верю, что через меня многие получат спасение. Когда я смогу ходить, я хочу участвовать в молодежном лагере и поехать волонтером за границу. Пастор, когда будете вспоминать, помолите за меня. Будьте здоровы и до свидания. Я получил это письмо. И через месяц Сухён и отец Сухён и мать Сухён приехали ко мне. Было очень радостно. И сейчас она очень здорова. Сейчас она говорит, что хочет выйти замуж. Я так благодарен. Сухён ездила разной страной и рассказывала, как Бог исцелил ее. Только что вы видели, как она свидетельствует. Господь был со мною. И я видел каждый раз, в любой ситуации Бог помогает мне. За что я благодарен Богу. Из-за пандемии коронавируса, говорят, миллионы людей услышали Слово и получили прощение грехов. И они соединились сердцем с Богом. Знаете, были многие противники у меня. Но Господь всегда был со мною. И ведет меня. Духовная жизнь – это не когда мы прилагаем усилия. Да, жертвовать тоже важно. Но не это есть духовная жизнь. Это хорошо. Однако истинная духовная жизнь – это то, что Иисус Христос в Своей крови очистил мои грехи. Сегодня многие люди называют себя грешниками. От этого разрывается сердце. Нужно верить, что Иисус Христос очистил наши грехи. Когда Иисус умер на кресте, Он не очистил наши грехи, как попало. Он намыл белее снега все наши грехи. Он получил наказание за нас. Вот что такое вера в Иисуса. Когда у вас будет одно сердце с Иисусом, Иисус будет жить в вас. Он будет благословлять вас. И в любых ситуациях я видел, как Бог защищает. Теперь я не живу ради себя. А пока я жил ради благовесия Евангелия, Бог помогал мне во всех вопросах. Благодарю за участие на конференции. Я жил, что Бог был вместе с вами. Да, все согрешили. Но веруйте, что Иисус очистил наши грехи. Иисус вместе с нами. Когда была буря, Иисус заранее пришел и помог. Перед смертью моего отца. Он получил спасение, потому что находился рядом со мною. Сухен, перед своей смертью. Мы хотели поехать в Тегу, но Бог сделал, чтобы мы поехали в Куми. Я видел, как много Бог помогает в моей жизни. И пока я благовествую Евангелие многим людям, уже будет 60 лет, как я поверил Господа. 60 лет прошли, как пару дней. Я благовествовал многим людям в этом Евангелии. Они получили прощение грехов. Иисус радуется этим. Не важно, что говорят люди обо мне. Да, есть и противники. Но Господь со мною. Я благовествую Евангелие. И я благодарен Богу. Я дальше буду благовествовать Слово Евангелие. В Библии написано, что наши грехи омыты. Поэтому я желаю, чтобы вы поверили в Слово Бога. Тогда Бог будет вместе с вами. И что бы вы ни делали, Бог всегда будет с вами. Я верю, что Бог будет благословлять вас. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok